Девушки отдыхают А лидеры на свои встречи согласовали план совместных действий с Турцией, призванных ограничить приток мигрантов в Европу. Они договорились укрепить пограничное агентство Frontex и сделали решительное заявление в адрес Сирии и ее президента Асада. Евросоюз готов выделить Турции крупные средства, чтобы сдержать поток мигрантов. Об этом говорилось в ходе саммита ЕС, прошедшего в четверг Брюсселе. Точная сумма будет определена в ближайшее время. На саммите шла речь о трех миллиардах евро, говорит канцлер Германии Ангела Меркель. Сегодня мы обсудили, какой вклад могли бы внести страны-члены ЕС. Но нам по-прежнему требуется выработать четкий план действий. Но по общему мнению, размещать мигрантов вблизи их страны разумнее, чем выделять на них средства в наших странах. Так что у нас состоялось очень продуктивное обсуждение. Анкара уже дала понять, что помимо денег рассчитывает добиться от Евросоюза упрощения визового режима с перспективой вхождения Турции в шенгенскую зону. Корреспондент Евронюс передает из Брюсселя. В ближайшие годы отношения между Турцией и Европой будут сильно зависеть от миграционного кризиса. Следующий шаг в этом направлении будет сделан канцлером Германии Ангелой Меркель, которая посетит Анкару в это воскресенье. Жиро Шандор, Эуроньюз, Брюссель. В вопрос Меграции был не единственным в повестке дня саммита. Дэвид Камерон призвал обновить Евросоюз в среде предстоящего референдума о членстве в нем в Великобритании. Конкретное предложение по реформам и пересмотру отношений Лондона с Брюсселем премьер-министр представит председателю Совета ЕС в ноябре. Тем временем в Соединенном Королевстве официально началась агитация за и против того, чтобы остаться в Союзе. Посмотрите об этом в репортаж. Британия сильнее в Европе. По таким девизам стартовала кампания за дальнейшее членство страны в ЕС. Она приурочена к референдуму по этому вопросу, который пройдет до конца 2017 года. Представитель деловых кругов Стюарт Русс предупреждает, что выход из Союза усилит безработицу и подорвет позиции Лондонского Сити. Останемся ли мы частью крупнейшего свободного торгового рынка на планете? Или мы уйдем, создав непределенность нашей экономики, вопрошал лорд Роуз? Продолжим ли мы лидировать в мире, ведя за собой Европу? Или мы рискнем ослабить наше влияние на мировой арене, повернувшись спиной к Европе? Премьер-министр ведет переговоры о реформе Евросоюза, а также о пересмотре отношений Лондона с Брюсселем, прежде чем объявлять, как он сам проголосует на референдуме. Ранее Дэвид Кэмерон ратовал за сохранение Соединенного Королевства в составе ЕС. На днях свою агитацию развернули сторонники выхода, среди которых лидер партии независимости Найджел Фараж. Он хочет видеть страны континента просто хорошими соседями. Такие евроскептики призывают британцев вернуть себе контроль над судьбой страны, освободиться от диктата брюссельской бюрократии. Становится известно о все более активном вовлечении в сирийский конфликт Ирана, а также России, которая поддерживает президента Асада. Евросоюз устами Федерики Магерини заявил, что без Тегерана невозможен мирный переход власти в Дамаске. В четверг об участии своей страны в этих событиях нам рассказал замминистра иностранных дел Ирана По сообщениям из Сирии, правительственная армия готовится к наступлению на северные районы, контролируемые исламистами и повстанцами. Ей оказывают поддержку с воздуха российская авиация, а на земле иранские военные и отряды шиитского движения Хизбеллах. Главный дипломат Евросоюза Федерико Магерини заявила на днях, что урегулирование в Сирии невозможно без участия России и Ирана. Если мы хотим, чтобы политическая ситуация сдвинулась в Сирии и немедленно начался политический процесс, то нужно вовлечь в это всех игроков, обладающих на режим влиянием, прямым влиянием, сказала Магерини. Вот почему и Россия, и Иран так важны. Прокомментировать участие Ирана в сирийских событиях согласился замглавы МИД этой страны Хосейн Армир Абдул-Ахиан. Вопросы ему задавала Фариба Мавадад. Есть ли у вас в Сирии войска? Мы не посылали в Сирию солдат для участия в боевых действиях. Но по просьбе сирийского правительства мы направили туда военных консультантов с опытом противодействия терроризму. Что бы мы ни делали в Сирии, это способствует ослаблению террористических групп. На встрече в понедельник министры иностранных дел ЕС пришли к общему мнению, что в будущей Сирии нет места нынешнему президенту Асаду. Был ли затронут этот вопрос на ваших переговорах с госпожой Магерини? С госпожой Магерини мы обсудили очень важные темы, включая необходимость срочной борьбы с терроризмом. Но судьбу Асада, останется он или уйдет, должен решить сирийский народ. Если вооруженная оппозиция хочет получить место в политическом будущем Сирии, она вначале должна занять четкую позицию в отношении к террористическим группам, а уж затем присоединиться к политическому процессу в стране. Как бы вы охарактеризовали ваше сотрудничество с Россией? Как на ваши отношения повлияет происходящее в Сирии? Россия не намерена наносить удары только по группировкам, сражающимся с Асадом, и мы тоже не намерены. Мы поддерживаем решение господина Путина, приводящее к ослаблению террористов в Сирии. Каким образом? Наши военные консультанты помогают армии и властям Сирии, а если нас попросят российские власти, то и российским властям. Это случилось 17 июля 2014 года. Самолет рейса MH17 малайзийских авиалиний по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур исчез с экранов радаров, находясь над зоной боевых действий в Восточной Украине. Позже стало известно, что лайнер развалился, и все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. На днях Голландский совет безопасности опубликовал доклад о том, как произошла трагедия, чем создал новый виток напряженности с Россией. Посмотрите репортаж. Сегодня на голландской авиабазе Гильзы Рейн, председатель Совета по безопасности Ниндерландов, Тьиби Юстра, представил результат расследования причин крушения малайзийского Боинга на востоке Украины в июле 2014 года. Голландские эксперты отвергли такие версии, как взрыв внутри самолета, обстрел и попадание в лайнер ракеты воздух-воздух. Как заявил Тьиби Юстра, рейс MH17 разбился в результате взрыва боеголовки рядом с самолетом снаружи с левой стороны кабины пилотов. Это была боевая часть ракеты типа 9М314М, устанавливаемой на зенитно-ракетном комплексе БУК. В результате взрыва передняя часть самолета была разрушена. Самолет развалился в воздухе. Его обломки упали на территорию площадью 50 квадратных километров на востоке Украины. В докладе указывается, что площадь района возможного пуска ракеты составляет 320 квадратных километров. Однако для установления точного места необходимо дальнейшее расследование. А теперь взгляд на события предстоящей недели. В понедельник начнется новый раунд торговых переговоров между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Их будут сопровождать поступления протеста европейских граждан и неправительственных организаций против трансатлантического партнерства. Повторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Магирини проведет в Адисабебе дискуссию о сотрудничестве с Африканским Союзом. В среду в Мадриде начнется съезд Европейской Народной Партии. А в воскресенье в Польше пройдут всеобщие выборы. Это была программа Европа за неделю. Хорошей вам новой недели!